Привет, Елена. Как у тебя настроение? Мы уже пишемся? Мы пишемся, да. Настроение отлично. У меня последнее время, если честно, вообще отличное настроение и состояние. Мне вот очень нравится моё состояние. То есть я его слеживаю каждый день. И как бы вот энергетически я полна, скажем так. Вот энергии у меня очень много, правда. Эмоции, энергии, положительных эмоций, очень много. Как ты думаешь, зачем я тебя позвала поболтать? Я просто сразу скажу, что я эту тему так и называю, разговоры по душам. Как ты думаешь, почему я тебя позвала? Одну из первых. Не могу сказать, не знаю. Не догадываешься? Я очень мечтала до Нового года с тобой поговорить. Очень хотела либо у тебя взять интервью, либо тебе дать интервью. Это было моё желание перед Новым годом. А почему ты мне не позвонила? Сила. Ну вот смелости не хватило. Ты серьёзно? А видишь, я какая, да? Вообще. Слушай, я тебя, знаешь, почему позвала? Вот мне очень нравятся твои трансформации. Очень нравится. Ты знаешь, я прям вот хочу подчеркнуть вот этот момент, чтобы ты его, да, вот как-то усилила, что когда человек попадает в нужную среду, да, в правильное место, что у него открываются вообще откуда-то берутся ресурсы, о которых он даже не подозревал. И я знаю, что это так важно. Я знаю, что очень много женщин находится, знаешь, в состоянии такого пике прям, что они просто потерялись, они не знают, куда им двигаться, что делать, они не чувствуют себя нужными, любимыми, они не знают, чем заняться. И знаешь, даже некоторые девушки мне говорили, мне страшно, мне страшно, у меня нет состояния безопасности и уверенности вообще не то, что в завтрашнем дне, а в сегодняшнем дне. И это реально страшно. И я когда вижу, что вот с тобой происходит, у меня такая радость на сердце просто. И я хочу, чтобы, да, наш с тобой разговор может быть помог каким-то, да, женщинам, которые будут смотреть, найти для себя точку опоры, куда им двигаться, в какую сторону им посмотреть. Поэтому я тебе буду очень благодарна за искренность, насколько ты готова делиться. Да, давай попробуем. Немножко про себя вообще расскажи тоже в двух словах. Потому что нужно... Очень знакомое состояние, то есть я проживала это состояние, была в этом состоянии. И, как сказать, очень тяжело, когда нет сил встать с кровати, ну, это нормально, ну, такое состояние, то есть было. Поэтому я знаю. Поэтому я говорю, когда вы встаёте, и вот я как-то показывала упражнение, да, когда ты делаешь круг руками, крутишь, да, и у тебя появляется эта энергия, да. Вообще очень важна энергия первого шага. Да, вот когда ты делаешь первый шаг. Кстати, слушай, это такая фраза мощная. Я стала собирать такие фразы, энергия первого шага. Да, когда ты вот делаешь первый шаг, автоматически за ним следует другой. Я всегда говорю, что вот в сибирском здоровье есть уникальный продукт. Это иммунобустер, такой хвойный. Если нет сил, вот лайфхак, да, капаешь ножа, капаешь себе под язык, и буквально минут 10-15 ты лежать не сможешь, отстанешь. А самое главное это встать с кровати, правильно? Да. И сделать первые шаги, пойти в ванну, умыться, привести себя в порядок. А когда, то есть я сейчас начала заниматься дыхательной гимнастикой, я очень давно ей не занималась, и вот сейчас у меня есть такое двоякое, я немножко не в ту сторону иду, но можно я немножко. Иди, когда идёшь, да, иди, иди. У меня есть сейчас такое двоякое ощущение. Я очень жалею, что я, когда начинала заниматься, я не продолжила, потому что девочка, которая занималась со мной, ты бы видела, какая она была и какая она стала. То есть это вот я за два года вот её трансформацию, я вот её увидела. Она за два года просто себя сделала. Я хочу посмотреть, мне это интересно. Я тебе... Это тренер тоже по фитнесу, то есть я прямо тебе покажу картиночку, вот какая она была и какая она стала. Но, наверное, выставлять это будет... Не, мне просто покажешь. Я скажу, что может делать вот эта вот дыхательная гимнастика. Бодифлекс. Бодифлекс, да. Я не люблю тяжёлых физических занятий. Я вот категорически. Но когда это в лёгкости и когда это понемножку, и даже по моей фигуре видно изменения. Вот мы же месяц занимались, да? По моей фигуре видно изменения. Если вы спуститесь вниз по ленте, найдёте самые первые видео и обратите внимание вот на вот это место. оно уходило. А я давала упражнения именно на проработку вот только вот этого места. То есть я била на одно место. То есть и те, кто вот чуть-чуть занимался, те это место проработали. Оно очень интересно в дыхательных упражнениях, оно очень интересно уходит. Оно как бы сползает вниз по телу. Очень интересно. И тело как бы вот сползает. И почему ещё очень важно заниматься дыхательной гимнастикой, да, ещё, как сказать, мы идём, я иду тихонечко, да, и кожа успевает подтянуться. То есть вот когда человек резко худеет, у него кожа, ну, знаете, заправляют штаны. Можете себе представить, да? То есть это, ну, тесное слово. Вот если бы я этого не видела, я бы так не говорила. Вот его открывают штаны и туда складывают эту кожу. Ну, это так. Когда человек очень резко худеет, когда человек худеет, ну, вот лайтово, тихонечко, кожа успевает подтянуться. А если использовать вот всякие разные прима, допустим, вот аппликатор Кузнецова, я как-то рассказывала, да, что он тоже очень помогает именно вот в, как сказать, в подтяжке кожи. То есть он вот помогает клетку, то есть вставать как бы на место, и кожа подтягивается тихонечко вместе с телом. Это ведь очень важно для похудения, да? Одно дело, ты похудел, и у тебя начинает всё висеть. Вот. Наверное, через недельку мы начнём бодифлекс для лица, да? Там есть в классическом бодифлексе два классных упражнения, да, которые... Подожди секундочку, подожди секундочку. Давай вернёмся к теме нашего разговора, да. У нас сегодня встреча не про бодифлекс, я тебя напомню, а именно вот как вернуться в состояние энергии, как ты вернулась. Ведь ты же не пошла заниматься бодифлексом, да ты поднялась, и потом ты стала чем-то заниматься. Что тебя подняло из этого состояния? Я начала заниматься. Я знала, что только физические упражнения меня поднимут. Я начинала с упражнений в кровати, то есть я не делала упражнения стоя, лёжа. Сделала, ну, три дыхания бодифлекса, и ты встал. Когда появилась энергия, ты встал. А энергии нет, иногда бывают проблемы с щитовидкой, да? Да. Энергия падает, то есть её просто сил нет. То есть вот когда вот это всё происходит, просто сил нет. То есть я понимаю, что когда вес большой, да, и вот эти вот все проблемы, они, ну, кладут человека, то есть вот такой овощ, ничего не хочется, никуда не надо. Вот. Поэтому нужно начинать, и нужно что-то делать, да, в кровати. я покажу эти упражнения, которые можно делать в кровати, но я буду... Сейчас покажешь? Сейчас ты покажешь? Я буду показывать их уже в Телеграме, наверное, вот, потому что, ну, это нужно камеру устанавливать, то есть я показываю, прямо в кровати покажу, что нужно делать. на мой взгляд, это очень важно. И вот мне бы хотелось, вот, я долго думала, чем мне заняться, вот чем я могу быть полезна, да, наверное, года 4-5, вот я всё время вот ходила, гоняла вот эту мысль, я только мысль гоняла, но ничего не делала, да, и, наверное, когда у меня как-то в ленте был пост про женщину, которая танцевала, да, вот он меня, не помнишь, такой зажигательный танец у неё, бачата была, по-моему, вот, в теле такая, вот она так красиво танцевала, и твой вопрос прозвучал, а ты тоже танцуешь? Ну, всё приходит вовремя, вот понимаешь, как бы, вот когда звёзды складываются, да, я сейчас вспомнила, да, я тебя спросила, ты тоже танцуешь? Да, вот этот пазл, он складывается постепенно, он не сразу, просто всё приходит в своё время, ну, как это ещё, то есть когда человек готов, так и есть, когда человек не готов, ну, можно разбиться в лепёшку, он не возьмёт то, что ему даёт, просто, ну, вот так сомфалию. Скажи, ещё такой у меня вопрос к тебе есть, мне очень, да, мне очень близка тема, когда начинаешь заниматься, чем больше делаешь, особенно если с утра я делаю зарядку, тем больше у меня энергия, вот я вчера, например, встала, я сразу на коврик, всё круто, но у меня к тебе другой вопрос, как тебе вот эти занятия помогли в развитии бизнеса, потому что у тебя после того, как ты стала заниматься, или может быть ещё что-то произошло, у тебя пошёл прям рост, небольшой, но он ощутимый. Ну, мне очень нравится Марина Кату, то есть там всё совпало, то есть это работа с психологом, это не только моя личная работа, это работа с психологом, в основном все проблемы у нас в голове, то есть всё, что пока голову на место не поставишь, свой домик как бы не закроешь, то есть ничего не, можно, говорю, всё что угодно делать, но пока в голове не будет какой-то структурированности, понятия кто я, что я, зачем я, и вообще что я буду делать, и для чего я здесь, да, пока вот на эти вопросы ответишь, ты не пойдёшь дальше, да, ты будешь делать какие-то вещи, они у тебя будут получаться, то есть ты будешь результат получать, но, как сказать, вот для меня самое главное это душевное состояние, то есть моё, вот мой баланс, да, то есть я тут вот, течка, да, и оно вот тут вот, оно вот прямо такая чаша, и она вот там бултыхается, как это объяснить, Сергей, бултыхается, да, и вот это вот состояние, но его не передать, вот когда его нет, то есть это очень плохо, да, ты делаешь какие-то дела на автомате, но у тебя нет удовольствия с жизнью, что ли, кайфа от жизни нет, так вот, ну, не знаю, как ещё вот. Всё понятно. Как это вот объяснить, я не знаю, но от любого момента, может быть, ещё возраст влияет, потому что, по сути, от любого момента, от каждой секунды нужно получать удовольствие, и удовольствие можно получить только когда у тебя вот здесь есть вот эта вот энергия, и вот, ну, чаша, которая вот наполнена, когда она пустая, ты ни миру не можешь ничего дать, потому что у тебя там пусто, тебе бы дали, да, то есть тебе бы что-то наполнить туда, капнуть, но пока ты сама не начнёшь наполнять вот эту свою чашу, ничего не получится. Конечно, психолог здесь важен. Я с вами, терапия, терапия, сопровождение. Недооцениваем, наверное, роль психолога. Даже у меня дочь, я привыкла, что возникают проблемы, когда она меня не может спросить, она идёт к психологу. Я нормально к этому отношусь, я говорю, ну, не всегда можно маме всё сказать, то есть, есть взгляд со стороны, со стороны виднее, и когда Марина тебя вот так вот поворачивает, и ты видишь, ты совершенно с другой стороны. Оказывается, тут вот надо было просто вот так вот сделать и всё. Вот тут вот так подумать и всё. Ну и волшебное слово «легко» — это легко. А что в твоих понятиях «легко»? Вот ты говоришь «легко». Легко. Потому что, знаешь, как некоторые люди слово «легко» интерпретируют? Что ты нифига не делаешь, а оно само всё. Я думаю, что «легко» — это немножко другое, это когда ты в потоке. Да? Да, да. Чтобы возникло это «легко», нужно, конечно, поработать над собой, потому что пока вот там в голове ты не ответишь на вопросы «кто я, что я», понятие лёгкости не получится. То есть, опять же, это легко от энергии, то есть от состояния вот этого вот. Вот только в энергетически полном состоянии можно делать легко, когда ты наполнена, когда ты, ну, когда у тебя нет энергии, легко не получится. Ты можешь делать вид, что тебе легко, да, но не считывают. То есть как бы они понимают, что ты там через силу что-то делаешь. Так же, как вот заказы мы собираем через силу, да, ну, завозьми у меня заказ, вот мне вот надо. Не получается. Потому что люди считывают, что ты вот тормозишь где-то. Вот, знаешь, завышенная важность, да, это вот, мне нравится вот этот мультик, когда там этот мышь бежит, сыр, да, у него сыр, и всё, другого нет. И здесь также мне нужен заказ, во что бы то ни стало, там горят сыры. Да, я согласна, что это не работает. А Марина, как сказать, немножко меня повернула. Она сказала, ну, хорошо, заказы сейчас не важны, приведи себя в порядок. И вот это состояние, вот когда я в порядке, и вокруг меня мир меняется. То есть у меня поменялись отношения в семье с мужем, сразу, могу сказать, после работы с психологом. Рассказку, ну, личную вещь поделюсь. 28 ноября, день рождения, буквально перед днём рождения мы ругаемся с мужем вот напрочь. Я думала, всё, я говорю, всё. Ну, с тобой невозможно поругаться. Можно. Вот чемодан, собираюсь и уходи. Вот всё, дверь открыта. А это было 27-го числа, 28-го числа я сходила на работу, иду, и понимаю, что, ну, мне плохо, мне же надо как-то решить этот вопрос, да. То есть что я скажу, и начинаю выливать, беру ручку, да, и начинаю выливать на бумагу, что мне не нравится. То есть я пишу, 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 и дописываюсь, я уже где-то рассказывала, дописываюсь до того, что это не я, это не моё. То есть мы иногда, как сказать, берём на себя чужое, да. То есть это не моё, это не всё. Я написала это всё, оставила этот листик на столе, на кухонном. Да, то есть я так понимаю, что мой муж это всё прочитал. И представляю себе, следующий день это всё перевернулось. Ну вот что повлияло, я не знаю. Наверное, работа обоих, да. Конечно. Может быть, это искренность? Может быть. Ты знаешь, что самое сложное? Быть честным с самой собой. Это да. Это да. И, ну вот, такие вещи работают, их надо делать. Писать, на самом деле, выплёскивать на бумагу свои эмоции, это очень важно. То есть такая эмоциональная работа, которая снимает очень много проблем с головы. То есть вы их написали, ушло, и как бы всё, нету. Классно. Слушай, я так понимаю, что ты сейчас увидела свой путь через тренировки, через занятия бодифлексом. Ты, да, несёшь женщинам эту пользу. Ты знаешь, всего я несу пользу себе. Да. Начинается с себя. Почему я занимаюсь бодифлексом? Потому что это даёт мне энергию. Если это даёт мне энергию, это будет давать энергию всем, кто со мной. И мне бы хотелось, чтобы вокруг меня были люди. То есть моя аудитория – это женщина 50+. Мне не надо больше. Ой, я почти твоя аудитория. Уже скоро. Не надо больше, потому что я, ну, как сказать, я не смогу физически. Мне уже не интересны, скажем, сопли детские. То есть это не моё. А вот женщины, работа с женщинами, помочь им, ну, немножко привести себя в порядок, да. Элементарно взять себя в руки, там, встать с кровати. То есть это я могу. И вот, на мой взгляд, этим я буду полезна. Ну, и сибирское здоровье здесь, ну, вот просто в тему. То есть именно, может быть, вот даже для возрастных женщин, то есть вот именно прокачка здоровья, поддержание, прежде всего, здоровья. Да? То есть это очень важно, вот когда тебе уже за 50. Да. Это очень важно, на самом деле. Потому что первые звоночки даже начинаются раньше. Уже раньше. Да, уже намного раньше. Но в 50 это уже всё осознанно. Либо ты поднимаешься с кровати и идёшь занимаешься, либо ты потом уже не встанешь. Ты говоришь овощ. Страшное дело, кстати. Ты знаешь, у меня пример перед глазами. Моя мама. Я никогда не видела, у меня бабушка, мама, настолько всегда энергичные, подвижные, работящие женщины. Я никогда не видела маму просто лежащую, ничего не делаю. Она даже если лежит, она вяжет. Понимаешь? Или она смотрит сериал, разгадывает просфорт одновременно. Если лето, то это всегда огород, огород, сад, розы, цветы. То есть у меня не было примера, что женщина может уйти в депрессию, лечь и заскучать. Я не знала такой жизни, не видела. И поэтому у меня тоже такая жизнь всегда была. Но это круто. А есть женщины, которые попадают в такую ситуацию, когда их надо чуть-чуть направить, дать им надежду, что они могут по-другому. Я тебя немножко перебью. И вот переломный момент, на мой взгляд, это выход на пенсию. Почему? Выход на пенсию. И женщина ушла с работы, круг меняется, и она остается одна со своими проблемами. В принципе, она не знает, куда идти и что ей делать. Да, две недели она может там полежать. Но две недели и все. А дальше нужно куда-то себя девать. А дальше нужно, значит, чем-то эту женщину занять. Поэтому вот моя идея была организовать женский клуб, чтобы помогать таким женщинам общаться прежде всего, поддерживать друг друга, то есть помогать, поддерживать свое здоровье. общение – это прежде всего. Ну, это такое, знаешь, женское сообщество по интересу, где ты чувствуешь себя нужной, где твои результаты, даже маленькие, будут замечены, где ты получишь признание, похвалу, поддержку и любовь. Всем нужно чувствовать себя нужными и любимыми. И отдавать любовь. Круто. У тебя прям реально такой вот хороший, хороший завязывается клуб. Я тоже с удовольствием присоединюсь. Да, но я немножко иду, я уже иду с опозданием, потому что я вот новогодние праздники все училась, то есть мне остался один итоговый тест, и у меня никак не принимается моя работа итоговая. Вот жду, не дождусь. И у меня уже будет, ну, сертификат о том, что я тренер прямо на руках. Вот. И я уже с чувством исполнила, долго могу, то есть заниматься уже записью уроков и тренировать уже, ну, с чистой совестью, скажем так. Сейчас я это делаю, ну, немножко вот как бы в любительском варианте. Ну, то есть вот в таком. Это моё ощущение. Я не знаю. Ну, я хочу сказать, что, ты знаешь, это достойно огромного уважения, вот эта смелость выйти на камеру, да, в прямой эфир. и давать уже, да, транслировать свои знания. Это огромная смелость и огромное уважение тебе за это. Спасибо. Скажи вот, пожалуйста, что бы ты... Я не забывала от тебя такого, поэтому, то есть для меня это тоже новые ощущения, очень непередаваемые. Это точка, огромная точка роста, когда идёшь в то, что никогда не делала, и то, что на самом деле очень страшно и некомфортно. Даже вот так вот, знаешь, вот просто выйти поговорить, ведь я зову девчонок, пойдёмте поболтаем, а многие говорят, Лиль, я не могу, я не готова, мне страшно, я говорю, да ничего страшного, мы можем не выкладывать запись, если она не сложится. Но люди в это не идут, потому что это правда страшно. Ну, это всё, наверное, степень открытости, вот как бы, насколько человек закрыт, то есть есть же разные люди, есть закрытые люди, есть открытые люди. Скажи, какое бы ты хотела дать на путь с женщинами, которые сейчас, да, может быть, стоят на распутье, куда идти, чем заняться, что бы ты им сказала, почему бы ты им рекомендовала прийти в компанию «Сибирское здоровье», почему бы ты им рекомендовала идти именно к тебе, как наставнику? Так, на путьстве. Ну, во-первых, с этим тяжело. Сейчас подожди. Я как наставник. Я знаю, что значит быть женщиной за 50. Я знаю все болевые точки. И я помогу пройти их безболезненно, скажем так. Я помогу получить первый доход 10 тысяч легко, ну, просто с легкостью. В нашей команде есть классная система обучения. Все по шагам, по маленьким шажочкам, то есть за руку мы пройдем вместе весь этот путь. и здорово, когда есть классный продукт, когда не стыдно его предлагать. То есть я ведь сама употребляю «Сибирское здоровье», то есть я сама, как сказать... Употребляю такое слово, значит, может быть, принимаю, допью, там, кушаю. с удовольствием, то есть мои сейчас вот два любимых фаворита, это мелатонин и магний на ночь, это что-то вот творится такое. Ты можешь проспать очень мало, но ты выспишься отдохнувшей и полной силы, то есть удивительно. Классно. То есть классные продукты и мне кажется, ну вот людям моего возраста вот это очень просто необходимо. Такой лайтовый бизнес, который как раз на пенсии он и позволяет и общаться, и получать, как сказать, какой-то опыт, учиться, потому что учиться никогда не поздно, то есть развиваться всегда полезно. вот. Класс. Конечно, заниматься спортом, то есть спорт это наше всё, но в лёгкости, чуть-чуть. Хорошо. Спасибо тебе огромное за эту встречу. Я тебе желаю, чтобы твой клуб был очень востребован, чтобы люди прям пошла до сарафанка, чтобы все о нём говорили и женщины, придя к тебе, получали классные результаты. И я тебе желаю также роста в карьере. Я вижу в тебе очень крутого, очень объёмного наставника, с большим добрым сердцем, любящим. И я знаю, что люди, которые придут к тебе, твои люди придут, которые, вы сразу подключитесь в блютуз, и будет однозначно очень хороший результат для обеих. Поэтому я тебе желаю роста, роста, масштаба, стройности, лёгкости, чтобы все твои задумки складывались и реализовывались самым наилучшим образом. Спасибо за встречу. Приглашай, я тоже прибыла. Хорошо. Всего доброго. Всё. И мне от тебя нужны будут твои ссылочки. Ребят, я опубликую ВКонтакте, чтобы вы могли посмотреть тренировки. Ну, все ссылки какие-то мне дашь на твой клуб здоровья, на ссылку к тебе в команду. Всё мне присылай, я прикреплю под этим видео, и вы сможете познакомиться с Еленой Павловой поближе. Рекомендую. Всё. Всем пока-пока. До свидания. Всего доброго. До свидания.